МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Обнинск ТВ Новости. В студии Ильхам Нигматуллин. Сегодня в выпуске. Школы и вундеркинды в Обнинске обсудили проблемы одаренных детей России. Покупаем Калужское. Продолжается традиционный смотр-конкурс продукции региональных производителей. Подошла к завершению наполненная всевозможными событиями очередная рабочая неделя. О том, какой она была, напомним в нашем традиционном еженедельном обзоре. В прошедшую пятницу в Наукограде состоялся очередной субботник, организованный комитетом по охране окружающей среды в рамках всероссийской акции «Зеленая Россия». В этот раз в экологическом мероприятии участвовали воспитанники и преподаватели спортивных школ Обнинска. А проходил он на территории возле горнолыжного склона и ангара подводников. В субботу 3 сентября прошли открытые соревнования на Кубок города Обнинска по лыжероллерам, посвященные 60-летию Наукограда, в которых приняли участие 113 спортсменов из Москвы, Брянска, Московской, Калужской областей и, конечно же, Обнинска. А 4 сентября более 250 участников вышли на старт соревнований по спортивному ориентированию на призы памяти Виктора Матвеева. Матвеевские старты стали уже традиционными и пользуются у ориентировщиков большой популярностью. Тон задавали именитые мастера этого вида спорта. В числе участников обнинских состязаний их было более 20 человек. В понедельник, 5 сентября, обнинский «Квант» в матче 22-го тура первенства России по футболу среди команд третьего дивизиона принимал на своем поле одного из лидеров турнира «Клуб Титан» из подмосковного «Клина». Команды между собой до этого встречались трижды. На выезде «Квант» дважды уступил соперникам со счетом 0-2. А вот в домашней встрече прошлого сезона выиграл 3-1. Матч, состоявшийся на этой неделе, вновь закончился с тем же результатом – 3-1. В рамках программы капитального ремонта в Обнинске начались работы по замене лифтового оборудования. В этом году планируется замена 66 подъемников. В минувший понедельник несколько объектов, включенных в эту программу, были осмотрены специалистами регионального фонда капитального ремонта и представителями подрядной организации. Во вторник в Наукограде прошло первое после летних каникул заседание Обнинского городского собрания. Депутаты приняли решение обратиться к региональным властям с просьбой о предоставлении жителям старых малоэтажных домов, возможности платить за отопление по нормативам, действующим до 1 июля. Новые нормативы потребления и услуги теплоснабжения, принятые в Калужском регионе, привели к росту платы за отопление в старых малоэтажках до 65%. В соседнем Балабанове в начале недели состоялось долгожданное открытие Музея истории города, получившего новое помещение. Поздравить со знаменательным событием сотрудников музея и энтузиастов-краеведов прибыли глава Боровского района Анатолий Бельский, руководители городского поселения Балабанова Сергей Судаков и Вячеслав Парфенов. А в среду здесь отметили грядущую годовщину освобождения Калужской земли от немецко-фашистских захватчиков. Традиционный митинг в этот раз проходил на фоне артиллерийских орудий советских времен. Две дивизионные пушки Д-44 были установлены неподалеку от мемориала «Вечный огонь». На традиционном еженедельном совещании у главы Обнинской администрации в понедельник обсуждали тему подготовки к грядущим выборам в Государственную Думу. 18 сентября в Нокограде будут работать 40 избирательных участков и один передвижной пункт голосования. К теме выборов обратился и губернатор Анатолий Артамонов, который в среду провел брифинг для представителей региональных СМИ. Анатолий Артамонов находился в краткосрочном отпуске, а потому имел право выступать с политическим заявлением. Отстоять права региона без участия депутатов Государственной Думы, прямо вам могу сказать, практически невозможно. Поэтому мы решили все-таки своих выдвинуть, тех, кто мог бы эту работу успешно делать. Авдеев – опытный человек, и в городе работал, в правительстве работал, и мэром города работал. Но что еще больше? Знает все и вся. Геннадий Иванович, то же самое, Скляр, городом руководил, на федеральном уровне мощнейшую структуру возглавлял, министром практически был многие годы. Сейчас возглавляет очень такую организацию важную и нужную, в том числе и землячество наше еще возглавляет. Опыты хоть отбавляй. И знают его все и вся. Если мы их изберем, я абсолютно уверен, что мы сможем рассчитывать на их помощь и поддержку. Припомнить что-нибудь, чтобы мне помог депутат от какой-то другой фракции в Государственной Думе, не могу. Не было ни одного такого случая. Просил? Да, просил. Но там народ заточен на другое. Отметим, что своих представителей в Госдуму жители Калужской области выбирают впервые за последние 15 лет. Экономику региона в целом Анатолий Артамонов назвал стабильной и отметил, что самым очевидным доказательством тому это открытие в городах области новых школ, детских садов и спортивных объектов. А из всех отремонтированных в этом году российских дорог 20% приходится именно на Калужскую область. Одним из самых масштабных объектов в регионе станет строительство кольцевой дороги вокруг Калуги. По просьбе редактора нашей программы Нины Замахиной губернатор оценил и успехи Обнинска, в котором сегодня завершается работа по созданию стратегии развития города до 2030 года. Город развивается очень хорошо. Единственное, что я бы посоветовал, может быть, побольше работать с инвесторами. Все-таки надо привлекать инвестиции для того, чтобы увеличивать бюджетные поступления и на эти деньги еще больше развивать город. Город сегодня очень привлекательный. Я думаю, что один из самых привлекательных в стране и удобный для жизни. Это все сделано, в том числе и не без помощи региона. Мы относимся к городу с пониманием, знаем, что он у нас такой один. И всегда так будем относиться. Поинтересовалась наша коллега и перспективами строительства крупного парка развлечений в районе города Балабаново. Проект, который уже окрестили Калужским Диснейлендом, сейчас находится в стадии проработки. Конечно, нам многие факторы немножко там мешают, в том числе и вот эти санкции, которые объявлены, которые так не очень комфортно и делают приход к нам финансового капитала. Но, тем не менее, я надеюсь, мы его решим. И если этот объект осилим, ну, это, знаете, это вообще будет одно из главных достижений для нашей области вообще, в принципе, на многие-многие годы. С 7 по 9 сентября на территории Калужской области проходил второй всероссийский детский форум «Дети. Россия. Будущее». Основной его площадкой стала деревня Яханты под Тарусой. Вчера здесь прошло пленарное заседание при участии главы региона Анатолия Артамонова, уполномоченного по правам ребенка при президенте России Павла Астахова, а также председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрия Смирнова. В разные города Калужской области в этот день были организованы дискуссионные площадки, форумы. Гостей встречали в Малорославце, Жукове, Боровском, Этнамире. В Мукограде для обсуждения самых актуальных проблем были подготовлены залы гимназии, лицея «Держава», детско-юношеская спортивная школа «Олимп» и Центра доверия. Площадки были тематическими темой дискуссии от противодействия терроризму до развития инклюзивного образования. Комфортно ли детям с выдающимися способностями учиться в обычных школах, чего не хватает им для успешного развития и, как они сами понимают это слово, талантливый? Это лишь небольшая часть тем, обсуждавшихся в этот день в актовом зале Обнинской гимназии, Обнинской школы для одаренных детей. Участников Всероссийского детского форума в Обнинской гимназии встречали песнями и акробатическими выступлениями. Быстрее, выше и сильнее – это не только про гимназию, школу для одаренных детей города, но и про ее вчерашних гостей. Ребята со всей страны, которые уже достигли приятного статуса не такой, как все, приехали в Мукоград, чтобы получить уникальный опыт общения. Дискуссионную площадку они делили с педагогами и детскими омбудсменами. Я считаю, что вам очень повезло. И я знаю, что по итогу первого форума у нас было такое очень большое пустое в пути. На несколько лет те ребята, которые ездили, работали по площадкам, продолжались общаться. И вот те мысли, те идеи, которые у вас на площадках возникают, они не остаются здесь, они выходят за рамки. Комфортно ли детям с выдающимися способностями учиться в обычных школах, чего не хватает им для успешного развития? И как они сами понимают это слово – талантливый? Это лишь небольшая часть тем, обсуждавшихся в этот день в школьном зале. О проблемах, которые беспокоят самих вундеркиндов, ребята охотно рассказали сами. Недавно было введено правило в 2015 году, согласно которому победители Олимпиад, чтобы подтвердить, скажем так, свою исключительность, одаренность или свой талант, обязаны помимо выигранной Олимпиады сдать ЕГЭ по профильному предмету на соответствующий балл. Помимо этого, несоответствие профиля Олимпиад школьников и ЕГЭ. Допустим, вы победитель Всероссийской Олимпиады по психологии, проводимой Московским университетом. ЕГЭ по психологии не существует, поэтому вы должны сдавать ЕГЭ по обществу знанию. Не всегда получается, что дети сильные в одной области, знания могут в целом в предмете раскрыться грамотно. Говорили здесь не только о проблемах, но и о путях их решения. Представители Обнинского центра «Модель Спектр» устроили для детей настоящую экскурсию в мир уроков труда будущего. В Центре молодежного инновационного творчества не только разработали современный школьный курс технологии для мальчиков, но и создали оборудование для занятий. Кто знает, что такое чеку-станки? Кто не знает. Ну, 3D-принтеры видели? Да. Вот, это то же самое, только если с 3D-принтером у нас еется, пластик расплавленный, то здесь типа сверла крутится, и туда-сюда ходит, и вырезает вот такие вот вещи. Борельефы животных, вырезанные на станках с ЧПУ, и особые настольные лампы на шестеренках не оставили равнодушными даже девочек. Похоже, что профессия инженера для них стала намного привлекательнее, чем до экскурсии. По итогам работы дискуссионной площадки участники обсуждения выработали предложения, которые войдут в итоговую резолюцию форума. Вот в проекте нашей резолюции мы сейчас обращаемся ко всем органам управления образования, ко всем органам, осуществляющим управление в сфере образования, как федерального, регионального и муниципального уровня, для того, чтобы создавались на местах площадки для работы с одаренными детьми. Просим помощи в том, чтобы организовали курсы повышения квалификации для учителей, которые работают с одаренными детьми, потому что новый век, новые технологии, надо быть более креативными, менять подходы в системе образования. Для того, чтобы хотели бы мы обратиться к структурам власти, чтобы тоже организовали какие-то инновационные площадки, где будут внедряться технологии проектного обучения, что тоже полезно в работе с одаренными детьми. Это наше предложение пока от взрослых, а сейчас мы еще послушаем, что хотели бы дети. Екатерина Замахина, Максим Сечко, Обнинск ТВ. О происшествиях, попавших в криминальную хронику минувших суток, расскажем прямо сейчас. Минувший четверг был насыщен дорожными происшествиями. В 14.00 дорогу на северном выезде из Обнинска не поделили две иномарки. По предварительной информации, водитель за рулем Рено выезжал с кольцевого участка, не до конца убедившись в безопасности своего маневра, выехал на главную полосу, где двигался Фольксваген, в результате чего автомобили притерлись к друг другу. Через полчаса на 101-м километре Киевской трассы произошла еще одна авария. Владелец брутального микроавтобуса марки Митсубиси двигался со стороны областного центра. Увидев, что загорается желтый сигнал светофора, водитель решил остановиться. К сожалению, это не учел мужчина на микроавтобусе «Мерседес», который двигался в том же направлении и ударил в заднюю часть кузова впереди стоящий автомобиль. Ближе к вечеру в Обнинске в результате ДТП пострадали два человека. На перекрестке проспекта Ленина и улицы Кутузова столкнулись «Хюндай» и «ВАЗ-2114». По словам очевидцев, водитель внедорожника двигался по проспекту и совершил маневр поворота налево. В это время по встречной полосе двигалась отечественная легковушка. От сильного удара джип вылетел на бордюр, а «Ладу-14» модель развернула аж на 90 градусов. Водитель и пассажир легковушки сильно пострадали. Их незамедлительно госпитализировали в клиническую больницу номер 8. Автомобилист из «Хюндая» оделся легкими повреждениями кожных покровов. От помощи медиков отказался. Окончательные выводы о дорожном происшествии предстоит выяснить сотрудникам госавтоинспекции. Дарья Человекова, Николай Подлепалин, телекомпания «Обнинск-ТВ». Продолжается традиционный смотр-конкурс «Покупаем Калужской», который с 2009 года проводит Министерство конкурентной политики Калужской области. 8 сентября члены конкурсной комиссии посетили «Экобазар», где для дегустации были представлены продукты региональных производителей, которые реализуют свой товар на этом фермерском рынке. Подробнее расскажет Анастасия Вичкаева. Уже 8 лет подряд региональные производители, а также торговые организации и организаторы ярмарок, реализующие товары местных производителей, участвуют в конкурсе «Покупаем Калужское», который в этом году продлится с февраля по ноябрь. За время его проведения уже было организовано 7 выставок дегустации продуктов региональных производителей в Калуге, Людинове, Сухиничах, Балабаново, а также в Жуковском районе. Смысл и цель этого конкурса в том, чтобы в калужских магазинах было как можно больше калужских производителей со своей качественной и недорогой продукцией. В этом году оцениваются не только региональные товаропроизводители, но и торговые организации, реализующие калужскую продукцию, такие как «Экобазар». Членами комиссии также будет оцениваться в целом организация работы фермерского рынка. В конкурсе несколько номинаций. В данный момент проводится конкурс по номинации «Лидер продаж калужских товаров». «Экобазар» подал заявку, поэтому мы сюда приехали и оцениваем. Критерии оценки достаточно просты. Чем больше местных производителей в данном торговом предприятии, тем больше шансов у него победить. Как показала практика, организация таких дегустаций приносит пользу не только производителям, но и покупателям. А также дает возможность показать, что калужская продукция ничуть не уступает по качеству привозимой из других стран. Я считаю, что совсем не отличаются. Очень вкусно и прямо вот хочется купить, попробовать. Очень замечательно. Ну, наши продукты будут стоить гораздо дешевле, чем импортные. И они ничуть не хуже. Даже, я бы сказала, наоборот, даже лучше. То есть, как бы соотношение цена-качество будет все равно в пользу наших продуктов. Знаете, натуральное. Натуральное. То есть, вложена душа в эту всю продукцию. И поэтому, да, я говорю, хорошо, калужская область просто с молодцы. А мы влюблены в калужскую область. Среди обязательных критериев оценки участников конкурса – наличие положительных отзывов покупателей. И, как показал наш опрос, большинство жителей Обнинска даже не могут выделить отдельного производителя, и вся представленная местная продукция вызывает восторг. И даже за пределами региона по привычке ищут калужские продукты на полках магазинов. Анастасия Вечкаева, Николай Подлепалин, телекомпания Обнинск ТВ. Это все, о чем я и мои коллеги хотели рассказать вам сегодня. Напоминаем, программа новостей выходит на телеканале Обнинск ТВ пять раз в неделю по будням 19.00. Вы можете также посмотреть выпуск новостей на интернет-сайте телекомпании и в социальных сетях. Я прощаюсь с вами до понедельника. Хороших выходных! Субтитры создавал DimaTorzok